Что происходит с нами после смерти? Как обезопасить себя от порч и сглаза? И, наконец, что такое призраки и привидения? И стоит ли их опасаться? Сегодня мы будем говорить об этом и многом другом. Вы смотрите программу «Ведаю путь» на ТВ «Пробуждение». И с вами я, ее автор и ведущий Владимир Преображенский. И сегодня у нас в гостях Анастасия Имани, мастер ритуальной магии и наставник со стажем. Автор курса «Магия Таро». Работа непосредственно с негативом, снятие порч, проклятий, чистка любой сложности. Постановка защиты для клиента, для практика, не блокирующая способности для детей. Работа с отношениями, кармические отношения, гармонизация, усиление поля семьи, защита отношений. Работа с финансовым каналом, диагностика, чистка, гармонизация, усиление денежных потоков. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Сегодня у нас такие глубокие темы, темы серьезные и, безусловно, такие жизненные. При том, что мы сегодня будем говорить не только о жизни, но и о темах загромтой жизни. И о смерти тоже. Вот давайте мы, собственно, потихонечку к этой теме и подойдем. Вы много лет уже работаете с прошлыми воплощениями людьми, людей с темой прошлых воплощений. Как это работает? Как строится ваша методика подобной работы и в каких случаях она, в общем, помогает? В каких ситуациях? Прежде всего, нужно разбираться с тем, что мы уже имеем в нашей жизни. Это важно. То есть до того, как начинать углубляться и копаться в прошлых жизнях, конечно, нужно разобраться с тем, что происходит здесь сейчас. И если уже человек понимает, что какие-то моменты он не в состоянии решить, то есть это, как часто говорят, карма этой жизни и карма прошлой жизни. И когда уже человек понимает, что вот все попробовал, все получилось, все, что он хотел сделать, но результата нет, тогда уже имеет смысл обращаться к прошлым жизням и проходить уже поэтапно, смотреть, да, то есть очень много способов есть для просмотра. Чаще всего все-таки это регрессия. Ну, это вот самый такой популярный момент. Но мне лично не очень нравится регрессия, потому что здесь есть такой момент, что люди склонны фантазировать, да, то есть вот очень тонка грань, когда человек идет в регрессию, и с этим я сталкивалась множество раз, потому что и сама, естественно, это делала, и ходила неоднократно, смотрела свои жизни. И вот эта грань, она очень тонкая, когда человек какой-то фильм посмотрел или, может быть, какую-то книгу прочитал. И в том числе это подтверждают мои клиенты, с которыми я общалась. И поэтому я для себя разработала такую тему, что это больше похоже не на регрессию, а как бы на шаманскую сессию. То есть это вот больше как шаманская сессия. То есть просмотр прошлых жизней, да? Да, да, то есть вот именно инструмент просмотра прошлых жизней обычно чаще всего это через регрессию. То есть человек погружается в какое-то такое состояние медитативное, по типу гипноза. И далее он идет сам, да, его ведет проводник, регрессолог, и он идет дальше сам по своим жизням и смотрит. А как через шаманские практики это происходит? Здесь получается, что я как проводник, я тоже вижу. То есть когда регрессолог идет с клиентом, он не видит, он просто его ведет. То есть он просто сидит, не знаю, там книгу читает в этот момент, что он может делать. А когда это как шаманская практика, ну вот люди, которые с этим работали, они могут, в общем-то, понять, о чем я говорю. Это как раз я смотрю, то есть я вижу, как будто фильм, и с человеком мы видим одно и то же. То есть такое возможно, даже я вам больше скажу, что если мы с вами правильно сейчас настроимся, например, и какие-то моменты я захочу в вашей жизни увидеть, то есть я вас попрошу без медитации, без гипноза, без всего, я вас попрошу вспомнить какой-то этап в своей жизни, в подробностях, да, вот представьте, что вы идете, и я тоже сознанием могу подключиться, переключиться, и я буду практически вашими глазами это видеть. Вот это действительно возможно. Так получилось случайно у меня, то есть это не... Как вы владели этой... Неврожденная опция. Это неврожденная. Я хотел спросить как раз. Неврожденная опция. Это посвящение какое-то было у вас? Нет, 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 сейчас расскажу. Наверное, лет пять назад я была приглашена как эксперт, как наставник в школу второй эзотерики. И очень большой процент работы с людьми, там довольно много было людей, ну, примерно там по 200-300 человек, получалось, в месяц у меня проходило через мои руки. И с многими было даже индивидуально, да. То есть многие очень общались, прям вот постоянно писали что-то. Но чаще всего это все-таки были эфиры. И в конвей обучения существует такой расклад, который называется «Прошлая жизнь». Оно там действительно, человек просто настраивается, раскладывает и пытается трактовать, что он видит. То есть какова была моя прошлая жизнь. И в какой-то момент, после, наверное, тысячи где-то просмотренных вот этих раскладов, потому что там проверка домашнего задания и диагностика именно на эфире, то есть там кто-то задает вопрос, мне непонятно, помогите. На прямом эфире я вдруг поняла, что я вижу картинки. То есть вот просто расклад перед глазами. Я общаюсь онлайн, вот как с вами сейчас, да, с человеком. Нас там смотрит какая-то аудитория определенная. И я понимаю, что я вижу. То есть она мне говорит, я там, условно говоря, была монашкой. Вот каким-то внутренним взором, да, вы видите? Да, то есть вот я смотрю на карты, смотрю в книгу, вижу, как говорится. Но не это. Да, но не то. Вот, и я посмотрела, то есть вот она говорит, я думаю, что я была монашкой, причем я ходила в регрессии, я как бы это знаю. И я прям вижу, вот как она идет, да, что происходит. Какой-то эпизод прямо из ее жизни, из прошлой. То есть глядя на карты вы видите? Да, 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 да. И разговаривая, слыша голос. Это был первый такой вот опыт именно прям вот входа, да, в прошлую жизнь. Анастасия, ну, может быть, это была просто тоже игра вашего воображения? Вы человек творческий, талантливый. Вообще я не склонна к таким глюкам, честно говоря. Поэтому это, видимо, какой-то определенный уровень уже пошел развития, да, потому что даже развивается постепенно с какими-то определенными такими наворотами, больше, больше, больше. Я думаю, что в какой-то момент именно это и произошло. Причем я человек рационально недовольный, я считаю, что вот есть техника, там вот регрессия, да, вот гипноз, вот еще что-то. А здесь меня это очень сильно удивило. Я высказала просто свои предположения и затем попробовала это сделать уже своими клиентами. То есть прям уже осознанно я предложила, говорю, давайте тест-группу соберем и поработаем, посмотрим, как вообще это делается. И на тот момент я еще не использовала бубен шаманский. Это было просто как бы вот, ну, подритмично, есть такой метроном, да, можно под него настраиваться. То есть гипнотический. Да, 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 да. То есть, ну, тоже я, получается, в какое-то определенное состояние вхожу. Попробовала несколько раз и поняла, что, да, что очень четко получается видеть, и когда человек входит в это состояние, как бы такое около гипноза, да, я могу увидеть то, что видит он. И мы прям вместе идем, то есть какие-то нюансы, допустим, там женщина говорит, ой, я падаю в яму. Я говорю, да, я вижу. И говорю, у вас накрывают. И вот мы с ней прямо начинаем друг друга дополнять. Сначала это было просто исследование. То есть, ну, конечно же, первое время просто надо было разобраться, как это происходит. Вот. А потом абсолютно полноценно я таким образом все свои жизни посмотрела, все жизни своего мужа посмотрела, жизни близких людей посмотрела. То есть просто вот варианта два, да, либо мы настраиваемся с клиентом онлайн, иногда бывает, что человек приходит, тоже очень классно, так вообще лучше работать. Или же по телефону я слышу голос, мы настраиваемся, я веду, да, то есть направляю. В этом случае уходит момент вот этой вот фантазии человека, да, то есть он уже не рассказывает мне про то, какую книгу прочитал 10 лет назад, и у него вдруг вот этот резонанс включился, потому что это очень важно. Да, вообще все работает на уровне резонансов, то есть как отклик. И в определенный момент я поняла, что это прямо то, что мне надо, и то, что мне нравится. И более того, мы идем, да, проходим с человеком какие-то определенные вещи, и мы исцеляем. То есть это очень важно, потому что не все регрессии, не все регрессологи работают именно с исцелением. Ну, увидела я там прошлую жизнь. Анастасия, давайте здесь остановимся и постараемся все-таки подробнее и предметнее рассказать про этот процесс. И вот какой у меня уточняющий вопрос. Какие наиболее типичные вопросы, проблемы позволяют решить именно метод обращения к прошлым жизням? Чаще всего это какие-то боли. Очень часто ко мне клиенты приходят. Когда непонятно причина. Когда непонятно, почему болит. И медики не могут установить. Да, да. Вот я приведу вам, всегда лучше на конкретных примерах, я приведу пример своей собственной жизни. У меня родовая травма. То есть я родилась, и у меня не пережали сосуд, и у меня очень сильные головные боли. Вы не знали про это? Или вы все же не знали? Ну как, когда я родилась-то, конечно, я не знала. Ну да, но потом вам не рассказали. Через много-много лет уже мне, конечно, когда я выросла, мне мама рассказала, что я вообще в целом умерла при родах, перестала дышать, что меня вот травмировали. Ну и плюс тут странно не увидеть, потому что у меня синяк, который очень часто мне говорят, ой, кто же это тебя по лицу-то наскучал. А, он так и остался. Да, он не прошел. И это были очень тяжелые, особенно периоды взросления, когда девочка в девушку превращается. Это было очень тяжело, и до скорой. То есть боли страшно. И когда уже началась работа магическая, практика магическая, одной из первых задач, которых я пошла решать, это разобраться, что же происходит, почему. Я уже понимала к тому моменту, что травма родовая, то есть она получается прямо при родах, вот прямо, да. Соответственно, скорее всего, это не что-то, что в этой жизни, а это какой-то остаток отголосок чего-то. То есть это и произошло не случайно, да? Да, конечно, конечно. И смерти, мы сегодня с вами тоже про род, я думаю, поговорим, да? Немножко я расскажу, что и смерть при рождении ребенка, это тоже совершенно не случайно происходит. Ну, вообще все случайности не случайны. Мой личный опыт именно по прошлой жизни, как мне это помогло. Я поняла, что не просто так произошла такая травма. И чем прекрасен, ну, в принципе, регресс метод, да, и моя работа в том числе в том, что можно настроиться на конкретное воплощение, на конкретную жизнь, чтобы разобраться, то есть мы идем с конкретной задачей, это обязательно. И, конечно, моя задача была узнать, что произошло. Да. И я сразу попала в прошлую, как раз в предыдущую жизнь свою, и оказалось, что у меня была смерть от выстрела в голову. Вот как. Именно сюда. Вот как. Почему? Собственно, голову. Да, выстрел был вот прямо сюда, и, соответственно, на вылет разнесло всю голову. Ух ты. Да, плюс у меня есть такая интересная вещь, как несмыкание связок, которое тоже сюда же, в итоге, то есть все начало закручиваться настолько... А как было связано несмыкание связок? Ну, разнесло там все. А, то есть это тоже связь с этим? Да, конечно, конечно, то есть тут травмы и зубы, и голова, и сосуды, то есть вот это все, понятно, у человека без головы осталось. Невероятно. Да, и, естественно, очень многие моменты еще... Это было как раз у меня воплощение во Вторую мировую войну. Русский парень молодой, который погиб именно вот в Берлине. И моя жизнь очень тесно связана с Германией. Моя бабушка преподаватель немецкого очень много лет была, и я даже планировала переехать туда. То есть вот представляете, какие моменты связаны. Да, то есть потом все начало вот этот клубочек собираться, и это... Ого! То есть вот постоянно, да, это, то, все-все-все собралось в одну историю, и стало сразу ясно, в чем дело. Почему так? Потому что когда в прошлой жизни мы умираем, если... Особенно если это быстро, как-то страшно, да... Насильственно какая-то ситуация. Да, насильственно, конечно. Это очень сильно записывается нам на наше поле, и вплоть до места. То есть вот у меня смерть произошла в Германии. Соответственно, у меня очень сильная связь с этим... С географией. Да, 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 географическая. Я вам больше скажу. По роду работы я много-много лет работала международным закупщиком. И я очень много людей была. И меня всегда путали с немкой. Всегда. А вы были там? Конечно, конечно. У меня у бабушки друзей очень много было. Я там и жила какое-то время, и работала какое-то время, и училась даже некоторое время. То есть меня в Германии-то она тянула очень сильно. И мне было непонятно вот эта какая-то болезненная такая любовь к этой стране. Потом, когда я разобралась, все внезапно стало четко и понятно. Вот это прям такой конкретный пример на собственной жизни, да. И, естественно, я туда ходила много раз в это воплощение, потому что такие, такого рода, скажем, травмы, да, особенно которые привели к смерти, они очень сильно оставляют вслед. Например, еще человек много раз тонул, да. Даже, кстати, это уже у меня такое было. У меня было три воплощения, в котором я... Два раза меня утопили, один раз я утонула. И в детстве... Какая у вас богатая биография. Прошлая. В прошлой жизни. Ну, такая. В вечности. Да, и вот в прошлой жизни как раз настолько сильно это фиксируется у нас, что в возрасте где-то, наверное, трех лет у меня, опять же, происходит такая же ситуация. То есть я упадаю с матраса, и я очень хорошо помню этот момент, когда... И начинаете тону? Да, я тону. Я тону, меня в последний момент дедушка прям вытаскивает, спасает, но я на всю жизнь это запомнила и очень долго боялась воды. То есть вот очень многие фобии, да, к чему мы с вами, собственно говоря, начали. А вот как кармически это связано? Что это значит? Почему с вами такое происходило? Почему вот и несколько раз вас топили, и тонуло? Вот откуда? Это как-то кармически связано или это? Нет, это не кармическая история. Причины? Да, нужно понимать, что есть карма, это то, что мы делаем неправильно. Так. А есть какие-то события в прошлых воплощениях, которые повторяются. То есть, например... Родовые программы какие-то? Нет, ни в коем случае. Родовые программы это только это воплощение. А, понятно. У нас с вами, мы с вами немножко тоже об этом поговорим. Родовые программы это когда только здесь, то есть вы приходите сюда, выбираете род, род выбирает вас, и вы только в этом воплощении работаете с этим родом. Крайне редко бывает такое, что человек два раза воплощается в одном и том же роду. То есть, конечно, если мы будем говорить очень масштабно, по факту всего существует четыре родовых ветки. Ну, то есть вот в целом, да? Здесь просто вот изначально как бы как было там, да, четыре крупных рода, и в принципе люди между собой, конечно, периодически там в одной родовой цепочке пересекаются. Но на самом деле один раз мы приходим в один род. То есть мы принимаем решение, что я хочу прожить такую жизнь, я его просматриваю, это воплощение полностью. Я выбираю род, который максимально подойдет для того, чтобы решить мои задачи. Соответственно, род тоже меня выбирает. То есть здесь как смотрина, да, человек приходит, душа приходит, условно говоря, и род тоже, ой, вот этот вот нам очень хорошо подходит. Это с каждым происходит, это каждый раз, да? Да, да, да. Анастасия, перед тем, как мы, в общем-то, непосредственно пришли бы к проблеме и вопросу рода, да, все-таки у меня вот такой вопрос, вы об этом упомянули. Это, конечно, страшная и драматичная ситуация, но так или иначе, мне бы хотелось, чтобы вы ее прокомментировали. Вот что это значит, когда действительно ребенок погибает при родах? Вот что это? Это, конечно, страшно и ужасно, но, тем не менее, ну, какие-то есть причины, да, о которых большинство людей не знают. Расскажите нам, пожалуйста. Да, это про родовые программы в основном, преимущественно. И, конечно же, поскольку мы выбираем род, и род выбирает нас, здесь все-таки есть связка и с нашими кармическими вопросами из прошлых воплощений. То есть сказать такое, что вот только такой плохой род, да, и вот он вынудил и не дал ребенку родиться, это неправильно, потому что, по большому счету, мы тоже по резонансу, опять же, да, вот хорошее слово такое мне очень нравится, потому что мы себе берем тот род, который максимально нам поможет воплотить и реализовать наши задачи, которые мы выбрали себе. Соответственно, мы интересны роду, потому что мы можем реализовать свои задачи и помочь им реализовать задачи рода. И чаще всего они, как бы, бывают очень плотно связаны. Так почему вот это не случается? Да, и здесь надо говорить о таком понятии, как откутные дети рода. Так, давайте расшифруем. Да, хорошо, расшифруем. Это когда рождается ребенок, рождается душа, важно очень понимать, что это осознанно делает душа. То есть, конечно, ребенок этого не понимает. Мы, когда сюда приходим, мы забываем то, о чем мы договорились там наверху, с родом, с какими-то еще душами. Но когда ребенок приходит, если происходит смерть, чаще всего это идет, первое, очищение его кармы, то, что было до этого, вот как у меня, допустим, было, да, и очищение кармы рода. От чего произошло это? То есть это сакральная жертва определенного мужа. Да, от купные дети. То есть, смотрите, раньше в старину, например, родилось семеро детей. Одного ребенка отдавали в монастырь. И ребенок молился всю свою жизнь, то есть его отдавали как откуп силы. А, вот с какой целью. То есть это был откуп рода, фактически. Да, да, да. То есть он молился за весь род, да, и он таким образом очищал. Были люди, которые потом осознанно шли, да, вот они потом шли в монастырь и тоже являлись откупными, ну, даже, я бы сказала, молитвенниками больше, да, все-таки. Ну, все равно откупными детьми, конечно, роду. Вот, и таких историй есть множество, потому что это и дети, которые умирают при родах, и самое вот это тяжелое, болезненное, то, что мне лично было очень тяжело принять. И я очень много лет провела, скажем так, в непонимании, почему так в жизни происходит, да, вот это несправедливости мира. Я не могла понять, я думаю, что очень многие из вас тоже не могут понять, за что дети страдают. За что? Почему? Ну, как же так? Ну, где же Бог? То есть вот такие мысли. Страдают и гибнут. Да, такие мысли в голове. Ведь всякое бывает, да, бывают болезни, бывают какие-то страшные истории и похищения, много чего. И вот на самом деле... Это вот сакральные жертвы такие. Да. Ребенок выбирает себе воплощение, которым он отмеряет себе коротенькую какую-то... То есть это может быть, там, два часа. И тем самым он спасает род и как-то... Он очищает себя, то есть он, умирая, вот это вот, давая вот эту жертву, он очищает свою карму определенную какую-то, связанную с этой историей. И он очищает карму рода. А карма рода может быть какая? Например, даже может быть и проклятие. То есть, например, умершие в младенчестве, там, пять детей, да, вот у меня, например, у моей тети такая история, у нее очень много замерзших беременностей, и это прям трагедия, это прям беда. И был пятый, там, или шестой, по-моему, ребенок у нее, который родился, и над ним тряслись все. И вот, как бы это страшно ни звучало, но все пять детей, там, четверо детей, которые погибли в утробе мамы, они дали жизнь этому ребенку. Они почистили, потому что в текущих условиях настолько тяжела была энергетика рода, настолько тяжела была карма рода, что ребенок бы долго не смог жить. Потому что нужно тоже различать, что есть, например, история, когда ребенок осознанно, душа приходит, зная, что он там, например, в 15 лет погибнет. А бывает такое, что закручивается так сильно программа рода, что он этого не планирует. Это тоже бывает, то есть случайности тоже происходят. И тогда это тоже, ну, тоже, в общем-то, для нас мы не понимаем, да, когда что. Но это большая трагедия, когда обрывается жизнь ребенка. Не планировано. И вот, кстати, в таких случаях именно бывает, что ребенок рождается повторно в роду. Вот это такой редкий случай. Или иногда еще бывает, например, уходит бабушка, и она очень привязана, например, к внуку. И она чувствует, ну, мы, естественно, связь имеем с нашими родичами, с нашими кровниками. И она чувствует, что внук очень нужна помощь. И она может принять решение воплотиться, допустим, его ребенком. Или даже внуком, да, для того, чтобы какие-то определенные задачи. Только нужно понимать, что это не совсем наши с вами бытовые социальные проблемы. То есть помочь в чем? Не то, чтобы он, например, там в институт вовремя поступил, да? Ну да, непониземленные такие вопросы. Да, конечно. То есть, например, бабушка видит, что у ребенка, у внука, у родственной души, в этом случае, у него задача, допустим, научиться любить. Да? А они все нас видят, все наши выгоды? Конечно, да. Да, конечно, они... Наши предки. Конечно, да. То есть у них постоянная связь со всеми? Да. И если мы будем с ними работать, то они будут вообще постоянно, можно сказать, онлайн. А вот скажите, пожалуйста, если наши близкие, родственники, ушедшие, периодически являются нам во снах, что это в принципе значит? Ну, варианта два. Либо ушедшему очень нужна энергия, то есть нужно, как мы говорим, внимание, любовь, да? То есть нужно делить внимание. И что делать тогда? Посещать кладбище? Сейчас расскажу, конечно, да. Либо он пытается предостеречь о чем-то. То есть вот варианта в основном два. А как это различается? Ну, какие-то наиболее типичные ситуации во снах, которые говорят о том или другом? Вот как-то можно статистику установить? Ну, да, обычно... Дело в том, что есть... Характерные сюжеты, может быть, такие. Да, сейчас скажу. Скажем так, там тоже все не так просто на том свете. И есть определенные лимиты. И далеко не всем, и далеко не всегда можно и имеют право приходить к нам. Допустим, вот у меня 15 лет я потеряла любимого дедушку, который мне был как мама, папа, там, вообще все. И он, кстати, с него, между прочим, началась моя эзотерическая жизнь, потому что ко мне потом начали мертвые ходить после того, как он ко мне пришел. И он ко мне приходил, и он мне был очень нужен. Просто очень. И, наверное, это чувствовалось, потому что я была... Ну, в общем-то, осталась без всех. Да, без друга, без отца. И он приходил для того, чтобы меня поддержать. То есть тогда-то я этого не понимала. Им действительно не просто так. Они за это тоже платят энергетически. И, допустим, там, не знаю, смерть 20-летней давности, да, если, например, дедушка ко мне первое время приходил, там, практически каждую ночь, он со мной ходил. Он держал меня за руку. Например, был сон, когда я шла с ним за руку, и змеи ползали по полу, а он мне говорил, не бойся, пока я рядом, ничего с тобой не случится. Ну, это вот понятно. То есть это была... Смысл понятия. Да, мне очень нужна была его поддержка. Мне очень нужен был он. И мы с ним разговаривали. Он мне... Вот просто как мы с вами сейчас. Он меня советовал. Он меня направлял, там, вот, например, этот кредит не бери, возьми вот так. Это предметы. Да, да, даже так. Но прошло время, и он стал приходить и молчать. Потому что определенный лимит энергетический тоже заканчивается. И, например, вот эта тетя, про которую я рассказывала, у которой много детей, когда она ушла, я ее очень любила, и она начала ко мне приходить. Но поскольку она, ну, как всего лишь тетя, видимо, да, она только приходила молча и меня обнимала. И она со мной не разговаривала ни разу. Это тоже с энергией? Да, это тоже связано с... Ну, возможно, она, например, к сыну своему может прийти и наставить его, да, на что-то. А, допустим, ну, конечно, если бы, например, моя жизнь от этого зависела, наверное, она бы пришла и там сказала, туда ходи, сюда не ходи. Но это, в принципе, множество клиентов, с которыми я взаимодействовала, дает мне понимание того, что у них там все-таки есть определенный лимит. Я вот не случайно, Анастасия, задал этот вопрос, потому что могу сказать по себе, что ко мне периодически во снах приходят и бабушка, и дедушка, к которым я был очень привязан. Я их очень любил и по-прежнему люблю, и они меня всегда любили. И с ними, в принципе, прошло все детство у меня. Это прямо такая вот связь. И периодически во снах они приходят, причем каждый раз четкое, абсолютное ощущение, у меня нет понимания, что они ушли. И я вот даже просыпаюсь, и ну прям вот я так. А во сне есть понимание, что ушли? Нет. То есть это вот просто сюжет жизни? Никогда. То есть во снах всегда ощущение, что это реальность. И вот я просыпаюсь, и я первое время не могу даже понять. Такой кайф. Вот что это значит в целом? Ну, во-первых, им очень нужна ваша энергия, очень нужна ваше внимание. То есть энергия равно вниманию всегда. Да, потому что даже если мы с вами будем говорить о немертвых наших близких, даже нет, даже наших любимых, например, мертвых, или будем говорить о каких-то астральных сущностях, которые во сне нас пугают, по факту и тем, и другим нужна энергия. То есть что единственное, что, например, астральное страшное существо, оно от вас любовь получить не может. Понимаете? Но энергия может. Поэтому оно от вас может получить страх. По сути, это как гречка и рис. Да, то есть страх, например, это гречка. А любовь это рис. И вот ваши близкие, любимые, дедушка с бабушкой... Ну и то, это еда. Это еда, да. Дедушка с бабушкой едят рис, ну, потому что вы готовы, вы хотите дать им любовь. Вы с ними вместе проживаете эпизоды, возможно, которые прошлые, либо которые могли бы произойти, да, и вы кайфуете вместе. То есть и вам хорошо. Вы чувствуете, да, вот этот прилив счастья. Потому что я знаю, что это такое, когда ты потом весь день ходишь, и ты вот думаешь о том, как же здорово, боже мой, какой же замечательный сон, да. То есть это тоже энергия нам. А им дается? И, конечно, огромный выброс энергии от нас любви. Даже если просто во сне прийти, обнять любимого, близкого, ушедшего человека, это будет очень сильный для него выброс энергии. И он к вам придет потом, в другой раз еще. Потому что, если, допустим, с ним не взаимодействовать, то через какое-то время, ну, батарейка, грубо говоря, сядет. Вот, ему будет тяжелее к вам ходить, особенно если смерть старая. Опять же, сюда же, да, как мы можем подпитать этот вопрос? Как можем подпитать? Конечно, ходить. На кладбище. На кладбище, да. Конечно, есть вещи, которые очень любили ваши родственники. Например, очень часто, если человек курил, прекрасно и замечательно, пойти и понести ему сигареты. Это прям очень часто просит. То есть я, как человек, который работает с мертвыми, я вам скажу так. Необычно. Очень часто просит сигареты, вот прям очень. Очень часто любит какие-то конфеты, просят, там, вот бабушки, да, просят пироги какие-то. То есть это тоже энергия. Мы приносим, оставляем, и энергия от того, кто готовил, например, да, если мы сами, например, сделали, от того, что вы потратили время, там, не знаю, на маршрутке, на метро, там, на машине, доехали. То есть это же все тоже энергия. Это закладывается. Полдня вы на это потратили. Вот этот месседж, да? Да, конечно. Вот, допустим, у нас с мужем есть кладбище его родственников, оно далеко. Это вот, если поехать, это весь день. Представляете, сколько там энергии освобождается. То есть мы весь день, мы встаем с утра, и мы весь день посвящаем его родственникам. Я еще раньше встаю, я готовлю блины обязательно, пеку пироги обязательно, мы с ним едим, там, зажигаем, делаем ритуал, зажигаем свечу, поминаем родственников, мы вас благодарим за дар жизни, мы вас чтим. Представляете, сколько энергии высвобождается. И, конечно, потом в ответ родовая система нам дает здоровье, деньги, там, на шее, они обязательно. Ну, конечно, потому что у нас с вами как сообщающиеся сосуды. Да, то есть у нас и вход, и выход. А вот расскажите, пожалуйста, как, ну, условно говоря, загробный мир, да, получается, нам, живым, может дать энергию? Через что? Мы на тонком плане выглядим очень странно. Это, можно сказать, что как, знаете, как в матрице. Я всегда подозревал. Это как в матрице. У нас с вами какое-то сумасшедшее количество трубочек разных, подключений. То есть, вот, допустим, мы с вами сегодня увиделись, да, у нас с вами тоненький канал образовался. Если мы с вами будем дальше плотно общаться, он будет плотнее, у меня к вам будет энергия идти, от вас ко мне будет идти. В зависимости от того, как... Именно энергетический канал. Да, конечно. Все энергия. Вообще, на самом деле, все энергия. Информация, энергия. Свет, энергия. Слова, это энергия. Все энергия. И вот таким образом мы взаимодействуем со всем. То есть, у нас с людьми определенными есть канал. Когда человек уходит на тот свет, скажем тогда, конечно, он физическую оболочку теряет. Но вот эта связь, она не уходит. И очень часто бывает, что как раз по этому каналу, например, негармонично умерший мертвый может мешать. То есть, ну вот он вроде бы любил человека при жизни, а он... Ну, что-то произошло. Неужели это бессрочное такое взаимодействие? Потому что мы знаем, что не случайно существует вот это там 7 дней, 40 дней поминовения, год и так далее. Это определенные этапы перехода, покинувшие наши души, выходы на какие-то иные планы. Но если прошло там 3 года, 5, 10... Да, 20. Да, неужели вот эта связь все равно сохраняется и идет такой взаимообмен эрогетический с такой же интенсивностью? Ну, смотрите, у вас, например, с бабушкой, дедушкой, конечно, сохраняется. Даже если 30 лет пройдет. Потому что вы их помните, вы их любите. У них достаточно энергии за счет того, что вы их любите, вспоминаете, да? Смотрите фотографии, у вас в душе такая теплота, да? То есть это им идет каждый раз? Это не просто маги? Конечно, конечно. Конечно, вы это все отдаете им. Во-первых, вы находитесь в одной родовой системе. Это в любом случае подпитка. То есть у нас с вами, скажем так, вот любят дерево рода рисовать, да? Но на самом деле все-таки родовая система это как крылья за спиной. Вот я это вижу как каналы сзади. И все родственники наши с вами дальше-дальше-дальше там, высоко, они все там находятся. Но при этом... Вот говорите сейчас, я чувствую такой прилив сейчас. Класс. Вот, я не знаю, энергии или чего-то. Это, наверное, у вас сейчас рот очень сильно питает. Вот прямо сейчас, вы не представляете, до слез. Чувствую. Вот вы говорите, а вот прямо чувство пошло. Так и есть. И, допустим, конкретно бабушка ваша, она, конечно, встроена в структуру вашего рода. Ну и, соответственно, у всех. Но при этом у вас же есть взаимодействие с ней. Ну, например, допустим, прабабушку вы не видели никогда. Видел. А, окей. Тогда прапра, да? Там какое-то там шестое поколение вы не видели никогда. Поэтому лично у вас прям прямого канала непосредственно с прапрапра нет. Но с родом есть. Но она вас питает через структуру, через эти крылья. При этом у вас с прабабушкой, если вы ее видели, с бабушкой, есть свои каналы, по которым вы взаимодействуете. Я не просто так показываю. Вот здесь вот у нас с вами это родовые, а здесь у нас на уровне третьей чакры это как раз каналы взаимодействия с миром. И вот если вы прабабушку вспоминаете, бабушку вспоминаете, то по вашим вот этим каналам они не умирают. Эти каналы. Никогда. Если вы вспоминаете. Вот, допустим, у меня с дедушкой. Дедушка мне был неродной. Он не в структуре моего рода. Но он настолько мне близок, это настолько родственная душа, что мой канал с ним очень толстый и очень плотный. И моя связь с ним не умрет никогда. Но если вдруг так произойдет, что я потеряю память, дай бог, но, может быть, тогда там где-то через 10 она как бы распадется, эта связь. То есть, если, грубо говоря, человек уходит и вы его не поминаете, ну, вот представлю себе, что этого человека не было в моей жизни. Через какое-то время, конечно, связь теряется. Это, как, знаете, есть такой прекрасный мультик Коко про бабушку, про, там, это мексиканский мультик. Очень красивый, очень советую всем посмотреть. Это вот прям классно про загробную жизнь и про связь с родом. Вообще, мексиканцы, они очень сильно в этом всем варятся. У них же много культов связаны. Этот культ как раз рода. И там смысл такой, что каждый год они чтят родственников, они им ставят еду, 10 дней мертвых, да? То есть, это то, что вот я вам рассказываю. То есть, это мы с ними так взаимодействуем, мы даем им энергию. И этой энергии хватает родственникам, чтобы в тот самый ключевой день прийти на землю и побыть рядом с своими близкими. Если вот в европейской традиции день всех святых, то там в Мексике там день мертвых, я не помню, как это называется. Да-да-да, день мертвых, Санта-Муэрто, да. Как раз этот мультик рассказывает о том, что есть какой-то предок, фотографии которого не сохранилось. Его вычеркнули из рода, потому что он ушел из семьи. То есть, очень классный мультик такой прям про род. Очень сильно, очень классно сделан. И поэтому у него нет права прийти. Он очень хочет и очень стремится побывать здесь, да, на земле, со своим родом пообщаться. Но никто не помнит его. Нет фотографии. И когда он приходит к КПП, так скажем, да, вот, ему говорят, стоп... Астральное КПП. Да-да-да. Ему говорят, стоп, тебя никто не ждет. И он не может прийти. Вот примерно то же самое. То есть здесь в этом случае как раз взаимодействие. То есть последнее, кто помнил его, вот в этом мультике как раз была бабушка Коко. И когда мальчик там воспоминания возрождает, рассказывает про этого, где получается прадеда. Неважно. Вот. Она вспоминает, и он имеет... То есть у нее опять этот канал начинает взаимодействовать. Представляете? То есть есть такая трубочка, и она потихонечку отсыхает, да, когда если там по ней энергия не идет. И она вдруг вспомнила, и она дает ему мощный импульс энергии. И ему говорят, о, да, вас ждут, приходите. Вот, вот, ну вот, конечно, это очень условно, но очень-очень правильно. Красиво сделано. Вот сейчас мы поговорили об очень, в принципе, таких светлых вещах. Мы поговорили о любви. Вот. Но давайте поговорим и о страшных вещах. Конечно. Негативных. И даже в таком выбывательском, бытовом сознании, когда мы говорим про род, всегда, так или иначе, в сознании возникает такое понятие, как родовое проклятие. Вот давайте поговорим об этом, потому что вы специалист именно в этой области. А что такое родовое проклятие? Что такое там родовые какие-то порчи? Какие их существуют виды? Как это все делается нехорошими людьми? И какие есть способы от этого избавления? Ну, наиболее типичные, расскажем, такие примеры, может быть, с конкретными примерами из вашей практики. Видов негатива, видов именно нанесенного, да, магического, вот скажем так, негатива, их очень много. И вот порчи и проклятия тоже как-то... Да, сейчас... Празницу нам обозначить. Конечно, расскажу, конечно, да. То есть это какое-то вообще невероятное количество. Самое интересное, что, например, в Америке у меня был опыт работы с иностранцами тоже в свое время, и именно как консультант, да, я работала. У них есть вообще просто понятие негативной энергии. Все. И это связано с особенностями культуры, да, там, каких-то таких моментов. Но я скажу, что, наверное, им даже проще. То есть они... Им не нужно объяснять, то есть я вот, например, американцу не буду объяснять, что у него родовая порча. Я просто скажу, ой, у вас негативная энергия. И что делать? Все. У нас же это какое-то сумасшедшее количество различных вариантов. И исходя из того, какие... Какое было воздействие, да? Например, магическое. Бывает и немагическое воздействие тоже негативное. Ну, расскажите, какие... Да-да-да, сейчас расскажу. И вот исходя из этого, конечно же, есть специфика, есть особенности, и есть особенности работы. То есть нельзя, например, родовую порчу чистить так же, как приворот. Вот, ну, не будет. Не будет результата. Ну, а как они вообще делают? Ну, так, в общем виде эти все... Ну, смотрите, давайте... Проклятия. Да, давайте начнем с разницы между негативом, например, магическим, и проклятием, да? Это две большие разницы. Магический негатив, если он именно наведенный, то есть, что это значит? Человек ножками своими пошел к практику, или сейчас очень любят многие на коленочке там что-то сделать самостоятельно, читаются в интернете. Вот. И там на погос, например, очень любят ходить в последнее время. И человек делает ритуал. Либо он обращается к практику... И тот тоже делает. И тот делает ритуал. Вот это наведенный магический негатив. То есть прямо то, что было ритуально сделано. На конкретного человека? Конечно, да. На конкретного человека, на семью тоже есть. На род целый. Может быть, и род. Да-да-да-да, конечно. Или, например, может быть негатив, скажем так, бытовой, накопленный. Ну, например, человек там в течение 10 лет... Кого-то ненавидит. Он сам ненавидит. Его. Он какие-то плохие поступки делает. На него тоже это все, конечно, потому что мы, если делаем людям плохо или люди о нас думают плохо, у нас по вот этим каналам как раз нашим начинает идти черная энергетика. Ну, то есть это злоба. То есть даже если это происходит неосознанно, то есть человек действительно никаких там негативных ритуалов не проводил и не обращался к кому-то с заданием навести порчу, а просто, скажем, очень много негативно о ком-то думал. Да. Если, особенно, если, например, у него есть какие-нибудь задатки способностей, да, то тогда вообще... Но это на кого работает? На этого человека или на него? Ну, вообще, порча же это всегда в две стороны. Всегда? Всегда. Вот давайте подробнее. Расскажите, пожалуйста, про то, что порча и проклятие, я так понимаю, это тоже в две стороны работает. Или как? Или нет? Проклятие в меньшей мере. Расскажите тогда, пожалуйста. Да, давайте вот сейчас про порчу и про проклятие. Разница. Вот, значит, мы берем с вами порчу. Магическую. И порча наносная, которая просто со временем накопилась, и она иногда бывает ну, ничуть не хуже, чем магическая. То есть это вот, по сути, на тонком плане человек в такой черной массе находится, да, в зависимости от того, это посыл какой-то ему конкретно ритуальный, или просто вот его там, не знаю, как Гитлера, например, миллионы людей ненавидят, да, по сути, вот, то же самое. Это тоже вот наносное, бытовое, можно сказать, такое проклятие. И оно ничуть не хуже может работать, чем магия. Вот. А есть проклятие. Это когда мы словесно что-то делаем. То есть это не ритуал, это не я просто хожу, ненавижу тихо человека, а я ему посылаю. То есть проклятие это всегда вербализованное? Всегда, да. Всегда говорю, да чтоб ты там, трэ-да-ты, вот такие вещи. И это всегда работает, если так сказано? Не всегда. А от чего это зависит? Главным образом. Есть такие глазливые люди. Глазливые, да, когда смотришь, у него прям глаз червивый, вот, такое выражение. С глаз, не случайно, да? Да, да, да. То есть это люди бывают, которые не знают своих способностей, например. Бывает такое, что, например, у человека в роду темные какие-то практики, люди, которые, ну, как темные, условно, которые делали негатив, деструктив, да? Вот, потому что, по сути, в магии нет черного-белого. Есть люди, которые делают деструктив, есть люди, которые делают конструктив. Вот, и если, например, у него в роду, там, не знаю, бабушка, да, занималась приворотами, то, скорее всего, девушка очень даже на язык остра. Причем как в свою сторону, так и в сторону людей. И вот как раз она скажет, и так всегда происходит, да? То есть у нее магия слова. Вот она говорит, а у нее как черные лягушки такие выпрыгивают изо рта. Вот, ну, условно, да, на тонком плане. Вот такая, да, такая очень просто может даже одним словом проклясть. Цыганки. Почему? Потому что у них вообще это все культивируется, они как бы родовое, да, то есть они помнят, знают и учатся этому. И они вообще словом работают, да? Они деньги зарабатывают словом. О, к слову. Вот. И, конечно, может такое получиться, что, например, человек просто запали в злобе, да? Он сконцентрировал очень большое количество энергии и выдал эту энергию как проклятие. И она ложится. Или, например, бывает такое, что человек так сильно пострадал от этого человека. Например, ребенок его погиб, да? Какая-то беда случилась. И он тоже от этой боли, вот она у него вся кипит, и вот он все в это одно слово выскажет. И очень часто важно, как формулируется, да? Потому что бывает такое, что, например, там, проклинаю до седьмого колена. Или конкретно, то есть вербалик очень важна, как заговор, да? Или, например, проклинаю всех сыновей этого рода, да? Тоже. Тогда там мальчиков будет действовать. Слушайте, Анастасия, я чувствую себя прям вот, послушал вас, чувствую магом. У меня однажды была такая история, давно мы были молоды, выступали в одном клубе, ну, с группой своей, и прям нам очень там сильно нахамели. Было очень неприятно, и когда мы уходили, я говорю, вот вам это все вернется. Вот, что вы думаете, через неделю клуб сгорел? Да, у вас, скорее всего, есть магия слова. При этом... Не надо. Да-да-да, не шутите. При этом, возможно, у вас сильная достаточная энергия, именно проявленная огня. Ну, как человека социально проявленного, да, которого солнышко включено очень ярко, потому что вы человек видный, да, который постоянно где-то появляется в социуме. У вас, скорее всего, очень хорошая магия огня. И поэтому так получилось. Да, у меня тоже самое, у меня тоже свое время. Я имела неосторожность сказать, что вот конкретно там этот завод, как он мне надоел. И сгорел в Америке наш филиал. И мы даже смеялись с девочками, что... Они говорят, слушай, надо точнее выражать свои проклятия. Сказала мне моя коллега в тот момент. И пожелания тоже, кстати говоря, добрые. Но это было домагическое, то есть это еще тогда период, когда у меня был отказ от дара, но все равно, видимо, что ты уже просыпалась. Это вот, кстати, самое страшное. Непроявленные люди, которые не следят за словами. Они опасны. Очень страшны, да. Люди, которые не работают со своей магией, то есть которые не знают свои силы, очень опасно, вот проклятие, все. И тогда как раз я говорю, хорошо, пусть это будет конкретный вот этот завод горит синим пламенем. И он горел. Главное, чтобы никто сейчас не смотрел, кто работал со мной. Вот. И выходные ударило молнией в этот завод. То есть, ну, вот то, что вы говорите, абсолютно меня не удивляет. Все как было написано. Да, поэтому, пожалуйста, следите за словами, особенно, когда вы с детьми разговариваете, с своими любимыми людьми разговариваете, потому что завтра вы об этом не вспомните, завтра вы успокоитесь, да. В небо не надо говорить. Эмоции схлы. Да, да. Лучше переварите это в себе, лучше в какой-то конструктив, да, не знаю, бумажку порвите, ну, что-то. А уж это не просто слова, как говорят. Это может быть очень-очень серьезно. И вы потом, особенно с детьми, потому что у детей очень тонкая аура, очень восприимчивая к родителям. Мы сейчас, кстати, про это немножко тоже поговорим. И такое можно нажелать ребенку. И вообще близко ему, любимый человек, что вы даже не поймете, что происходит. А это уже проклятие. И вот оно ложится на ту же структуру. То есть оно, в принципе, как, если на тонком плане смотреть, оно похоже на порчу. Но разница в том, как это идет. И как в порче конкретно идут конкретные задачи, там, не знаю, на деньги, на смерть бывает, да, то есть человек, чтобы болел очах, там, да, так же и с порчами тоже, с проклятиями тоже самое. То есть тоже можно конкретно там задать какой-то определенный параметр, который делать не надо. Вот. Но и это будет так. И, соответственно, если мы говорим о родовых историях, то сначала, конечно, вы должны понимать, что на невинных людей это не ляжет. Что это значит? То есть либо в этой жизни вы с этим человеком в каком-то были... То есть нельзя человека просто оговорить, скажем, из-за зависти, да, на него сделать какое-то проклятие, если он вам действительно ничего плохого не делал. Если действительно, вот сейчас мы с вами возвращаемся к тому, о чем мы говорили в начале, о прошлых жизнях. А, вот как. Да. То есть я, например, белый-пушистый и хожу такая, да, всю жизнь, не знаю, там, в монастыре, да, и вообще никому ничего, а на меня взяли и навели проклятие. Как так? То есть просто так не наводят ни на кого тоже? Невозможно просто... Не то, что не наводят, навести-то можно, да, можно вот... Но не сработает. Не сработает. То есть оно отобьется просто от поля. Если нет в поле резонанса, вот по сути... А, вот так вот. То есть конкретный человек, например, вот два человека, да, женщина и мужчина. В этой жизни, например, она ему ничего плохого не сделала. Но, например, ей там всю жизнь завидуют. Во-первых, он не просто так ей завидует, потому что были какие-то истории в прошлых воплощениях, что-то было между этими людьми. Иначе они бы прошли и просто не обратили друг на друга внимание. То есть есть какой-то резонанс. Его что-то напрягает, да, его что-то бомбит. Он по ночам не спит, завидует. Бывает такое. Мужская зависть такая бывает. И женская еще как бы. Да, ну я к тому, что вот я лично встречалась именно с мужской, когда ты не понимаешь, ну, собственно, чему, а человек, вот у него есть какие-то такие вещи. И, соответственно, что-то произошло в прошлой жизни, это как раз повод, если вы не находите причин для наведения на вас, к примеру, там, порчи или проклятия каким-то человеком. Ну, вот вы, например, пришли к практику, разобрались. Вы знаете, что там Маша сделала какую-то программу, пошла к практику, сделала порчу, порча легла. А если вы так считаете, что совершенно никаким образом я не могла навредить Маше, вообще я второй раз в жизни вижу, а порча легла, значит, нужно именно вот уже обращаться к специалистам, либо регрессиям, либо вот такого плана, как я работаю, шаманские сессии тоже хорошо, и разбираться, что же там такое произошло. И очень даже вероятно, что после такого сеанса вы скажете, пойду я, наверное, перед Машей извинюсь, потому что, да, если хотя бы вы не сможете что-то для этой Маши в этой жизни сделать, то хотя бы у вас расходится вот эта вот история несправедливости. Ко мне несправедлива, да, мы же вот очень не любим, когда нас несправедливо обижают. Ведь если же я сделал, то, конечно, тут, ну, еще вопрос. А вот если я не виновен, а меня обменяют, это очень обидно. Но зачастую бывает, что начинаешь разбираться, например, допустим, это Маша была там мужчиной в прошлой жизни, и наш с вами клиент ее убил. То есть это, когда такая ситуация происходит, ощущение несправедливости, значит, это может тянуться из прошлой жизни. Да, если вы считаете, что никаким образом я здесь не мог вообще, я знаю точно, да, потому что, ну, опять же, очень многие люди за собой просто не замечают. Поэтому, конечно, если вы не понимаете, почему человек вас проклял или, там, почему человек сделал негативную программу, то лучше, конечно, разобраться, просить какого-то практика, да, кто в этом разбирается, посмотреть диагностику, ну, неважно как, да, то есть либо на поле, например, можно просто посмотреть, потому что на поле это тоже есть, на ауре, либо картами, там, ну, кто как умеет, да, и разобраться, в чем же проблема. И если этой явной проблемы нет в этом воплощении, например, у вела мужика, да, условно, сейчас, сейчас, самая частая история, вот, тогда имеет смысл копнуть глубже. Анастасия, еще одна очень интригующая тема, которую нам обязательно нужно сотрудничать в этом эфире, потому что это, конечно, ну, такое интересненькое, многих волнует и интересует. Давайте поговорим про призраков, про призраков, про привидения, сколько фильмов, книг снято, в общем, все знают. Но на самом деле, что это такое с точки зрения энергетики, что это за явление, насколько я знаю, это вот нюансы перехода человека из, соответственно, мира живых в мир мертвых, неудачный переход, там, или с различными какими-то издержками. Расскажите нам, Анастасия, про привидений. Хорошо. Начнем с того, что у нас с вами конкретно есть момент рождения и момент ухода. И вот, когда мы с вами воплощаемся, то у нас, скажем так, происходит развитие тонких тел определенных. Простите, можно анекдот сейчас рассказать? Неожиданно вообще. Есть такой тост, пожелание, да, жить тебе долго, счастливо и умереть в один день. Потому что, если не в один день, ну, как-то это не очень. Вы согласны со мной? А вот мне интересно, в один день это вот жить и умереть тоже в один день, да? Нет. Это паре же желается? В смысле, нет, нет, именно желается не паре, а одному человеку. Зачем умирать несколько дней? Умер сразу, правильно? Умереть в один день, это, по-моему, хорошо. Какой-то прям очень черный юмор. Ну, так или иначе, это к нашей теме. Да, да, это абсолютно точно. В общем, да. И, конечно, как мы сюда приходим, да, обрастаем определенными телами, тонкими, аурой. Также, когда мы уходим, мы таким же образом теряем эти тела. Теряем мы их не просто так, теряем мы их по четкой структуре. То есть, есть определенная четкая структура, которую вы знаете, кстати, все три дня, девять дней и сорок дней. Не просто так это все подвязано. Давайте подробнее расскажем, что происходит в эти периоды. Умирает у нас физическое тело в один день. Все хорошо, да? Не долго. Желательно. Да-да-да, хотелось бы. Вот. Все, физическая оболочка наша с вами отжила свое. При этом тонкие тела, у нас с вами существует минимум четыре именно тела, которые, которые смертные, да, которые тусуются с нами все время, которые находятся в нашем облике, которые являются именно мной, да, то есть вот есть я и это вот мои тонкие тела. А есть тела бессмертные, которые из каждого воплощения туда-сюда ходят. Вот у нас с вами умирание происходит как раз именно этих четырех планов. И, помимо всего прочего, также идет умирание по семи точкам, это как раз наши чакры. Ну вот три дня, в эти три дня как я и отмираю? Вот, значит, у нас лежит тело, и при этом у нас продолжают работать эфирное тело, астральное тело и ментальное тело. Это как раз три оставшихся тонких тела, которые живут с нами здесь одну жизнь. То есть они всегда живут только одну жизнь. И сколько они после умирания тела? Вот как раз на третий день у нас начинает развоплощаться эфирное тело. То есть это энергия наших клеток. То, что у нас первое самое тело, самое такое близкое. То, что вот часто аурой называют. Семь дней сколько? Девять дней. А, день? Девять дней. Девять дней, что происходит? Да, девять дней у нас начинает с вами развоплощаться астральное тело. Вот поэтому, кстати, получается, что в течение там трех и девяти дней очень часто нам снятся мертвые. Потому что у них еще пока очень сильно астральное тело, но физическим телом своим и эфирным телом они уже шевелить не могут. И уже прийти к нам не могут и поговорить. Но есть какие-то незавершенные дела. Это не обязательно. просто представляете, что сознание существует, продолжает, и так же люди чувствуют, потому что эфирный план это же чувство. А сознание сохраняет? Сознание это ментальное, это вообще на сороковой день уходит. Вот. И получается, что до девяти дней мы все чувствуем. Мы чувствуем и боль, и там можем бродить, например, да, в тонком телесном виде, который силуэты видят. Это чаще всего как раз астральное тело. Потом на девятый день оно в идеале, когда все гармонично и хорошо, когда просто бабушка умерла там своей смертью, да, оно тоже развоплотилось. Ну, скажем, я так говорю, ссыпается, оно как бы ссыпается с человеком. И уже потом, на сороковой день только, представляете, это уже похоронили, это уже прошло, бог знает, сколько времени. Только тогда у нас с вами уходит сознание. На сороковой день. На сороковой день сознание уходит. Только на сороковой день. И как раз в сороковой день что происходит? То есть душа еще ходит с нами, сорок дней ходит по миру, может пытаться общаться, вот как раз эти сны и она пытается пообщаться, пытается успокоить близких людей, то есть как-то там взаимодействовать. Она там смотрит, не всегда понимает, конечно, что ушла, да, Да, там может быть такое, что если не гармонично, то и не понимает. Но это вот как раз к вопросу призраков. И как раз на сороковой день у нас получается в идеале, да, у бабушки, у нее все это дело всыпается, все тонкие тела, опять же, по всем частотам, по всем семичакрам она тоже развоплощается, и душа отсоединяется, то есть вот эти вот три бессмертных, ну там их больше на самом деле, бессмертных тела отцепляются от нашего тела и уходят. А куда выходит? В те миры, в которых мы с вами изначально находимся, то есть там, где находится наше высшее я. По сути, оно всегда там, просто наш кусочек, кусочек высшего я отпускается вниз, рождается, выполняет задачи, и потом так же, что даже вверх поднимается. А вот через год что происходит? Ведь тоже это какой-то период или нет? Нет, это скорее через год, это возможно, если какие-то были негармоничные моменты, появляется шанс, потому что есть... Их исправить. Да, есть определенный шанс, когда, скажем так, зов особо сильный, там, сверху. И, например, есть возможность еще подчистить какие-то моменты, и на год, например, получается больше гармоничнее разоплотиться, вот скажем так. То есть остаточки вот эти все почистить можно, и попробовать еще разочек, попробовать идти. Но на самом деле, по опыту, я хочу сказать, что душа-то уходит всегда на сороковой день. Вот то, что у нас здесь внутри остается, ну, как бы внизу, это остатки наших как раз четырех тонких тел. Ну, я так говорю, что как бы схлопывается, и образуется дух. И вот если все хорошо, если у нас бабушка умерла в своей постели, комфортно, у нее там не осталось каких-то непристроенных внуков, внуков, дачи, что-то такого, гаража какого-то, то дух совершенно спокойный. И он находится в месте там, где похоронили бабушку, в месте захоронения. И все. И вот он, представляете себе, как на веревочке такой, как шарик воздушный, вот он около могилы как бы находится. Да, он еще год какой-то такой более активный. Вот есть активные могилы, есть активные могилы для работы, для практики. И вот он еще в течение года еще как-то можно ее там потомошить. Потом уходит совсем. Нет-нет-нет, дух всегда остается здесь. Рядом с могилой. Да, конечно. Представьте себе, что... У всех. Да. Представьте себе, что у нас, например, там 50 воплощений. Вот у меня, да, конкретно, в Германии есть вот этот дух, да, который остался... Ну, правда, действительно. Если от различных жизней, различные воплощения, соответственно, различные тела погребены в различных частях света, где же дух находится, везде? У каждого человека свой дух. То есть, смотрите, вы путаете, и чаще всего путают душу и дух, давайте тогда... Душа. Это вот искра творца. Так. Это то, что приходит оттуда. То есть у нас с вами высшее я. Да, высшее. Там наша душа. И вот она принимает решение потренироваться, какие-то вещи решить для себя, вырасти, да? То есть она... И воплощается. И она приходит к нам сюда, к Насте вот так вот вошла. А дух? Да. Дух это мое физическое тело, мое эфирное тело, астральное и ментальное. После него, после смерти вот этих четырех тел, образуется дух. И он всегда будет на земле. Дух Насти будет всегда на земле. Потом я пойду наверх, душа моя пойдет наверх, и воплощусь там, не знаю, в каком-нибудь Эдуарду. И дальше буду жить с Эдуардом, а дух Насти всегда будет внизу. Так вот. И что же, исходя из всего этого, представляют собой призраки, привидения? Вот это что? Вот как раз, когда, например, резко человек умер. Вот как в моем случае, да? Мне выстрелили в голову, и у меня остался призрак. То есть три этапа, ключевых 3, 9 и 40 дней у меня происходило неправильное. То есть когда внезапно, скорее всего, что-то происходит. Иногда бывает, просто человек умер в своей кровати, но... Или какие еще могут быть? Ну, наиболее типичные. Вариантов масса. Например, не знаю там. Пример. Нереализованная, например, социальная жизнь человека. То есть вот он мечтал написать диссертацию, не написал. И вот он не разоплотится гармонично. То есть дух останется, сознание останется, и он будет сидеть и писать эту диссертацию 50 лет еще. Или, например, так и не признался... Знаете, вот может быть такая ерунда. Так и не признался в любви Маши с соседнего подъезда. Вот всю жизнь жил, вот она так вот всю жизнь ходила, родила детей, а я всю жизнь один. И так и не признался. Тоже зацепился. И буду летать вокруг этой Маши. Круг и наворачивать. И портить ей жизнь. Да, топтаться там у нее, пугать ее. Не знаю, там цветы кидать ее под ножи. Вот. То есть вообще абсолютно настолько разнообразно и множество может быть. Или, например, умер в больнице. А там фон такой тяжелый, да. То есть и не получилось. То есть не хватило силенок на гармоничное разоплощение. Остались какие-то куски. То есть куски как раз вот этих астральных, астральное, ментальное, эфирное тело. То есть я сравниваю это как, знаете, вот как по стеклу, например, автомобили ударишь, и не всегда полностью ссыпается, да, остаются вот эти вот зазубрины. Вот примерно то же самое. И, соответственно, эти вещи не дают покоя каждому свою. У кого-то любовь, у кого-то быстрая и резкая смерть. Кто-то, не знаю, там не пожил, да, как он считает. Кто-то там любимую внучку оставил. То есть зацепки у людей разные абсолютно. И исходя из этого, как раз остается мыслеформа по факту, которая имеет какую-то маниакальную, какую-то одержимую тему, связанную со своей неотпущенной вот этой проблемой. Вот это призраки. Я правильно понимаю, Анастасия, что вы с этим как раз работаете и помогаете разрешить вот такие ситуации, проработать вот эту вот несчастную душу, помочь ей все-таки совершить этот переработный переход? Да, ну, самое интересное, что здесь можно, собственно говоря, как взаимодействовать с душой, например? То есть, ну, вот прям, да, там, грубо говоря, объяснять, входить в контакт. Вот медиумы любят вот это все очень, да. Я не медиум, чтобы вы понимали, потому что... И я не даю, как бы, свое тело для контактов. То есть это для меня вообще неприемлемо. Я их чувствую. Они ко мне являются во снах. Могут, допустим, даже прийти попросить помощи. Например, там, да. С этого все началось в детстве. Что народ начал толпой, то есть народ мертвый, начал толпами ко мне ходить. И было настолько страшно, что я сказала, не-не-не-не-не, ребята, все, тормозим. И закрыла свой дар. Интересный момент, что когда душа уходит, остается, ну, тот же, вроде как, тот же Сергей. Он считает себя Сергеем абсолютно, да. Он считает себя, там, директором завода. У него трое детей. То есть он это, ну, какие-то моменты у него остаются. По-разному. Иногда бывают более неосознанные такие. Но, и вот он ко мне приходит и начинает. Значит, я там из серии счет, вот мне нужен код сказать. То есть вот такие бывают, да, там, код жене сказать. Вот ты из серии иди, жене позвони, там, да, сообщи. Или, например, там, меня не похоронили. Или, например, там девочка, вот у меня была одна, интересный такой момент, приходила ко мне девочка, афроамериканка, которая в моем городе училась. И ее убили. То есть я прямо вот, я ее вижу, как она у меня сидит в комнате. Я очень часто хожу в астральные путешествия, смотрю вообще, насколько гармонична у меня квартира, там, и все такое. И вот она у меня, значит, сидит на корточках и плачет. И прямо видно, что вот она от себя в крови. И она объясняет, что вот так и так, значит, вот ее убили. Вот она, значит, в том городе, в котором я когда-то жила много лет. И что ей помощь нужна. То есть вот такие бывают случаи. Бывает, что, например, близкие обращаются, потому что больно, потому что какая-то трагическая история, погиб, любимый погиб, ребенок погиб, еще что-то, да. И, конечно, ты тут и с человеком работаешь, и с духом работаешь, помогаешь перейти. То есть просто, по сути, что это такое, да, я подчищаю, то есть либо можно действовать двумя способами. Можно, например, помочь духу решить его проблему, как обычно в фильмах показывают, да. То есть он упокоится, когда найдут его клад. Вот. А можно сделать по-другому. Можно его отцепить ритуально, да, от этой мысли. То есть убрать эту мыслеформу, развеять ее, и дух успокоится. То есть даже не найдя клад, сделав определенные, скажем так, манипуляции, ну, это не быстро, как бы там, в среднем где-то около 40 дней это занимает, иногда полгода, работают вот с этой мыслеформой, и мы как бы ее развеем. Вот как прах развеивают по ветру, да, примерно то же самое. И все, и у него сразу, он из серии вчера еще там, где мой клад, а сегодня его ничего не беспокоит, и он перемещается на место, где он, собственно говоря, захоронен, там прах или лежит, или похоронен человек, и просто превращается в спокойного духа. Знаете, о чем я сейчас подумал? Если вдруг сейчас нашу программу «Ведаю путь» смотрят не только люди, но и призраки, вы можете обратиться к Анастасии. Тихо-тихо, осторожно. Вы знаете, как они бывают беспардонны. Беспардонны? Ой-ой, вообще. Вот. У нас сегодня в гостях в программе «Ведаю путь» на ТВ «Пробуждение» была очень интересная гостья. Итак, еще расскажем про нее Анастасия Имани, мастер ритуальной магии и наставник со стажем, автор курса «Магия Таро», работа непосредственно с негативом, снятие порч, проклятий, чистки любой сложности, постановка защиты для клиента, для практика, не блокирующей его способности, работа с отношениями, кармические отношения, гармонизация, усиление поля семьи, защита отношений. Спасибо вам, Анастасия. Получилась интереснейшая беседа. Дорогие друзья, мы прощаемся до следующего выпуска программы. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok